Всем привет! Мы сегодня разбираем пятый вариант из варианта Ященко за 2022 год. Математика. Я Алена, все как обычно. И решаем мы сегодня до 21 задачи. До 21 задачи. Ну что, самое первое, что мы делаем, это мы читаем. У нас сегодня тарифы. В жилых домах установлены бытовые электросчетчики, которые фиксируют расход электроэнергии в киловатт в час. Учет расхода может быть однотарифным, двухтарифным, трехтарифным. При однотарифном стоимость электроэнергии не меняется. При двухтарифном и трехтарифном она различна в зависимости от времени суток. И посмотрите в табличке. Однотарифный всегда стоит 5,47 в первом полугодии 5,66 втром. Двухтарифный это ночная зона и дневная зона. И в трехтарифном ночная, полупиковой и пиковой. Обратите внимание, ночная зона с 23 до 7. С 23 до 7, то есть полупиковая у нас относится к ночной зоне. Да, надо потом смотреть просто во сколько он тратит и относить, если нужно будет посчитать по двухтарифному счетчику время. Время надо будет учитывать. В квартире установлен трехтарифный счетчик. Так, на рисунке показан его расход. И очень внимательно смотрим. Пунктирные это ночные, сплошные это полупиковые и такие жирные пунктирные это пиковые. Итак, давайте читать первое задание. Февраль-март. У нас здесь апрель, май, май, июнь, октябрь, ноябрь. Потом посмотрим по графику. Что нам предлагается? Расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, но больше всего в полупиковой. Расход увеличился настолько же, насколько уменьшился расход в полупиковой. Расход в ночной зоне уменьшился, а в полупиковой и пиковой увеличился. Расход в пиковой и ночной зонах уменьшился одинаково. Так, прочитали? Более-менее имеем представление. Идем смотреть. Февраль-март. Февраль-март это у нас... Второй, третий месяц. Так, верхняя это пиковая. Пиковая у нас увеличилась. Ночная уменьшилась, а полупиковая увеличилась. Полупиковая и пиковая увеличились, ночная уменьшилась. Так, ночная уменьшилась, а вот, это три. Так, б, апрель, май. Так, апрель, май, выделю зеленый. Апрель, это четвертый, май, пятый. Уменьшилась, уменьшилась и уменьшилась. Тут все уменьшилось. Расход в пиковый уменьшился одинаково. Расход увеличился, нет. Расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, но больше всего в полупиковый. Вот первая вроде бы подходит. Да, больше всего в полупиковый. Здесь самый большой наклон прямой. Значит, это один. Май, июнь. Май, июнь пусть будут желтые. Так, тут уменьшился. В полупиковой, нет. В ночной уменьшился. Полупиковая увеличилась. И пиковая уменьшилась. Так, расход в ночной зоне увеличился, нет. Расход в пиковой и ночной уменьшился одинаково. То есть, это скорее четвертая. И осталось второе. Второе задание. В каком месяце первого полугодия общий расход электроэнергии был наибольшим? Запишите в ответ расход электроэнергии в этом месяце. Так, первое полугодие наибольшим. Можно увидеть, что постоянно мы, наш расход уменьшается. То есть, первые месяцы это самый большой расход. Итак, январь. Январь это первый месяц. Давайте посчитаем, что у нас в январе. Что у нас в январе? В январе у нас Так, одно деление это два. Получается полупиковая. Это 28. Полупиковая. Потом 26 это ночная. 26 это ночная. И пиковая это 78. Получается 132. Давайте посчитаем февраль. И увидим, если он уменьшится, то действительно наши наблюдения были верными. Так, в феврале. Что у нас здесь? Полупиковая. 22. Начинаем. 24. И пиковая. 70. 116. Да. И постоянно, если там посчитаем все месяцы, она будет убывать, убывать, убывать. То есть, больше всего он потратил в январе. И это получилось 132 киловатта. То есть, ответ будет 132. Он потратил 132 киловатта. Так, третий. Сколько рублей должен был заплатить Николай Андреевич в марте? Давайте посчитаем за март. Только нам здесь уже нужны будут цены. Так, март. Красненьким напишу. То же самое. Первый столбик у нас полупиковая. Март это третий месяц. Полупиковая это сплошная. Значит, здесь у нас 26. Так, умножим. Потом цены напишем. Плюс. Начиная 20. Так, умножить на цену. И пиковая. 76. Так, теперь внимательно смотрим цены. Это у нас первое полугодие. Начиная 2 и 13. Так, начинаем вот здесь у нас 2 и 13. Потом полупиковая 5 и 47. Полупиковая 5 и 47. И пиковая 6 и 57. 6 и 57. Нужно просто это внимательно умножить, а потом сложить. И получится, что он заплатил 684 рубля 14 копеек. Так, округляться ничего не надо. То есть, это есть ответ. 684 рубля 14 копеек. Так, четвертое. Насколько процентов больше заплатил бы он за электроэнергию в феврале, если бы пользовался однотарифным счетчиком? Так, за февраль. Ага, давайте за февраль то, что бы посчитаем. Я это вот просто скопирую. Так, это получается, мы узнаем, если мы сейчас это умножим, мы узнаем, сколько он. Так, получается, здесь мы 22 умножаем на 5 и 47, плюс 24 умножить на 2 и 13, плюс 70 умножить на 6 и 57. Так, если это посчитать, это будет 631 рубля 36 копеек. Так, и получается, в феврале он потратил 160, это по трехтарифному. Вот то, что мы посчитали, это трехтарифный счетчик. Если бы он пользовался однотарифным, он потратил в феврале 116 киловатт, и за каждый киловатт он бы заплатил 5,47. То есть, 116 умножаем на 5,47. Это получится 634 рубля 52 копейки. Хорошо, это однотарифный, дороже чуть-чуть, да? Это первое, что мы делаем. Второе действие, это мы вычитаем, потому что нам нужна разница. 634,52 минус 631,36. Получается 3,16. Это разница. Разница. Так, и теперь составляем пропорцию. Это третье действие. За 100% берем то, что было раньше. Он раньше пользовался трехтарифным счетчиком. То есть, 631,36 это 100%. А разницу, нам же разницу надо найти. Это x процентов. Получается, чтобы найти x, нужно 3,16 умножить на 100 и поделить на 631,36. Это получим 0,5, там будет 0 и так далее. Нам нужно округлить до десятых. Да, округляем до десятых, это будет 0,5. Сосед Николай Семен. Получается, он пользуется в ночной зоне 70 киловатт, в полупиковой 42, а в пиковой и 188. Это средний расход энергии в месяц. Здесь мы обращаем внимание на то, что стоимость 1 киловатта будет такой же, как во втором полугодии. То есть, мы уже будем работать со столбцом из второго полугодия. Нужно выбрать из трех видов оплат, то есть, однотарифный, двухтарифный, трехтарифный и выбрать наиболее выгодный. И выбрать, сколько он будет примерно платить. Так, ну что, давайте начнем с однотарифного. Начнем с однотарифного, то есть, мы все складываем. 70 плюс 42 плюс 188. Это получается... Ладно, у меня это не посчитано. И сразу же умножаем на цену однотарифного счетчика за второе полугодие. 5,66. Если мы умножим, это получится 1698 рублей в месяц. Это важно, потому что там надо за год посчитать. Так, двухтарифный. двухтарифный. Так, полупиковая зона. Куда она относится? Полупиковая зона, она относится к пиковой. Полупиковая зона относится к пиковой. То есть, мы ночную 70 будем умножать на что-то. Плюс 42 плюс 188 будем умножать на то же что-то. Ночная и дневная. Ночная 2,32, дневная 6,51. Так, 2,32, а тут 6,51. Ну, тоже просто внимательно считаем. это получается 1659,7. Тоже рублей, месяц. И считаем трехтарифный. Трехтарифный легче всего считать. То есть, 70 это ночная умножить на что-то плюс 42 полупиковая умножить на что-то плюс 188 это пиковая умножить на что-то. Так, ночная, полупиковая, пиковая. 2,32 это ночная. полупиковая 5,66 и пиковая 6,79 тоже внимательно считаем это будет 1676,64 рублей в месяц мы понимаем что в месяц выходит гораздо дешевле по 1 нет по дву тарифному счетчику значит мы просто это число умножаем на 12 потому что нам нужно годовой посчитать сколько он за год будет платить и тогда это получится 19 тысяч девятьсот шестнадцать целых четыре десятых рублей за год 19000 так и куда же это нам подходит от 5 до 10 нет от 10 до 15 нет от 15 до 20 до ответ будет 4 все закончили с 1 по 5 ура шестое здесь все легко все по действиям первое действие одиннадцать двенадцатых плюс одиннадцать двадцатых кто не любит заморачиваться с общим знаменателем 1 дробь умножаем на 20 вторую на двенадцать просто крестиком получается 220 плюс 132 двести сорокковых получается там где-то триста пятьдесят два двести сороковых сокращаем на 2 это давайте на 4 это будет восемьдесят восемь шестидесятых еще можно сократить на на 4 это будет 22 пятнадцатых и второе действие это мы 22 пятнадцатых умножаем на 15 восьмых так на 15 у нас сокращается 22 восьмых можно сократить еще на 2 это будет 11 четвертых и получается 2 целых 75 сотых 7 7 здесь у нас на сравнение дробей самое первое это мы обращаем внимание что одна единственная дробь четыре седьмых у нас положительная значит на самая большая эта точка d самая правая точка самая большая теперь ну здесь нам придется привести к общему знаменателю так тут умножим на 4 на 7 и на 4 тогда первая дробь это будет минус 12 двадцать восьмых вторая дробь минус 7 двадцать восьмых и 3 дробь минус 16 двадцать восьмых так ну что самая маленькая то у которой больше всего числитель 16 то есть вот это это буква а дальше побольше числитель вот у первой дроби минус 3 седьмых это буква б значит минус 1 четвертая это c c под номером 3 нам нужно как раз минус 1 4 значит здесь ответ 3 8 задание здесь тоже легкая все пишем под один корень получается 65 умножить на 13 и поделить на 5 65 и 13 прекрасно сокращаются на 5 это будет 1 и 13 получается под корнем назовут 13 умножить на 13 13 на 13 это 13 в квадрате корень и вторая степень сокращается остается просто 13 все ответ 13 10 вероятность того что новая шариковая ручка пишет плохо 0 26 покупатель выбирает шариковую ручку найдете вероятность того что эта ручка пишет хорошо так вообще обсудим какая вероятность здесь может быть у нас есть ручка она либо пишет хорошо либо пишет плохо вся вероятность это единица то есть вся вероятность 1 то что она пишет плохо 0 26 вероятность значит чтоб найти чтобы она писала хорошо это 1 минус 0 26 это получается 0 74 обращаю ваше внимание что вероятность всегда меньше единицы всегда меньше единиц единицы это полная вероятность то есть она включает себя все варианты событий 11 это у нас гипербола так ну что я для икса придумываю число например это будет 11 удобно если x это один подставляем вместо x 1 высчитываем игрок игрок это минус 4 поделить на 1 тогда игрок равен минус 4 ищем эту точку 1 минус 4 1 минус 4 где-то здесь мимо 1 минус 4 а вот здесь уже сработало то есть b это 1 дальше тоже давайте и тоже пусть будет 1 а игрок тогда просто 414 так бы уже занятым 14 он это значит а а это 2 тогда в это 3 так формула 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 здесь главное правильно прочитать правильно все подставить формула я выпишу mgh без квадратов это здорово и смотрите нам все дано прям прописано е это 49 то есть пишем 49 равно дальше нет м м надо найти м остается м g 9 8 h 0 5 давайте 9 8 умножим на 0 5 нету ладно давайте так умножим 98 нужно 5 5 8 40 5 9 45 49 получается вот так 4 9 десятых и тогда чтобы найти м вы 49 делим на 4,9 получается 10 ответ 10 13 это у нас неравенство и неравенство у нас целых четыре штуки целых четыре штуки давайте здесь быстренько приравняем к нулю так ладно первое я сразу приравниваю к нулю и нахожу икс и икс и у нас должны быть 0 и 1 так x квадрат равно 1 единичка я перенесла x равен плюс-минус 1 ага не подходит потому что плюс-минус 1 где еще будет плюс-минус 1 вот здесь в третьем так второе решаю здесь x надо вынести за скобки x минус 1 равно 0 x равен 0 x равен 1 он подходит то есть либо 2 либо 4 давайте нарисуем у нас . какие закрашенные 0 1 проверяем интервальчики подставляем вот из этого интервала допустим 100 100 умножить на 100 минус 1 но это плюс это тоже плюс значит знаки будут плюс минус плюс и пи 2 второе неравенство нам говорит что нам надо больше нуля больше нуля по бокам больше нуля по бокам а у нас не сходится потому что у нас серединка в ответе в ответе начни 2 смотрим на 4 там нам говорят нужно меньше 0 меньше нуля там где минус минус это серединка то есть ответ 4 нам подходит четвертое неравенство 14 в ходе распада каждые 8 минут масса увеличивается вдвое на начальный момент масса 200 миллиграмм то есть на 0 минуте масса 200 на 8 минуте масса 100 на 16 минуте масса 50 на так 24 минуте масса 25 так еще плюс 8 на 32 минуте масса 12 с половиной мы уже пошли десяточной дроби поэтому найдите массу изотопа через 32 минуты как раз и мы на этом закончили считать 12,5 это уже ответ так 15 тут проще простого если помнить правило что медиана равна половине гипотенузы cm это как раз медиана как узнаем она делится в сторону пополам нам нужно узнать ab ab известна 76 то есть чтобы найти медиану мы 76 делим на 2 получаем 38 38 это ответ так 16 касательные пересекаются пусть это будет точка c под углом 88 также нужно надо помнить что между радиусом и касательный угол 90 то есть если мы рассматриваем четырехугольник то угол а 90 b 90 c 88 и угол он от найти угол а это у нас 360 минус 90 минус 90 минус 90 минус 88 получается 92 то есть угол а вот этот 92 а теперь мы переходим в треугольник мы переходим в треугольник а обм и он у нас равнобедренный а значит мы можем найти угол а и угол в 180 минус 92 поделить на 2 получаем 44 44 всем в семнадцатом нет в шестнадцатом ответ 44 семнадцатая высота трапеции делит основание на 14 19 то есть вот здесь 14 здесь 19 но мы можем провести еще одну высоту и аж допустим будет тоже 14 то есть она нужна серединка 19 минус 14 будет 5 значит меньше основания будет 5 все готово 18 найдите площадь треугольника то есть треугольника это а аж делить на 2 основание читаем клетки раз два три четыре пять шесть семь высота вот самый большой верхней точки до самой нижней раз два три четыре и делим на 2 это будет 14 ответ так 19 если угол острый то смежный с ним также является острым можно прямо нарисовать этот острый а этот тупой нет не сходится 2 если диагонали перпендикулярны то вот параллелограмм ромб если диагонали перпендикулярны то параллелограмм ромб у меня это не отмечено нигде вообще у ромба до параллелограмм диагонали перпендикулярны так под вопросом что-то я засомневалась 3 касательная к окружности параллельно радиусу проведенной точку касания так нет касательная к радиусу всегда дает прямой угол то есть это точно точно нет значит ответ 2 на 2 правильно так 20 20 21 будет следующем видео я не успеваю